Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 13 сентября, пятница. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Западные разведки предупреждают о возможной атаке Ирана на Израиль. Вчера израильские командос проникли на иранский объект в Сирии, изъял оттуда оборудование, разрушил объект и скрылся с места нападения. Пророссийские каналы обвиняют Армению в поставках оружия Украине. Великобритания одобрила использование ракет Storm Shadow для Украины. Латвия обсуждает запрет на требование знания русского языка при трудоустройстве. Журналисты El Jazeera лишились аккредитации в Израиле. В Израиле задержаны 20 тысяч нелегалов с начала года. Соратники Навального обвиняют Невзлина в организации нападений. 81-летний немецкий миллиардер женился на 26-летней россиянке. Американские моряки спасли собаку, плававшую в океане. Уважаемые зрители, служба новостей канала ИТОН ТВ горячо благодарит всех зрителей, которые ставят лайки, пишут комментарии и делают донаты. Это помогает нам работать и готовить для вас самые объективные и разнообразные выпуски новостей. Западные разведывательные службы предупреждают, что Иран может планировать атаку на Израиль. По данным, полученным разведкой, Иран наращивает свое военное присутствие в регионе и, возможно, готовится к агрессии. Ключевой момент, на который обращают внимание аналитики – это перемещение ракетных систем ближе к границам Израиля. В ответ Израиль предпринимает шаги по усилению своей обороны и укреплению связей с международными партнерами для сдерживания и предотвращения возможных атак. Израильская армия находится в полной боевой готовности. Недавние сообщения разведки указывают на возросшую активность корпуса стражей Исламской революции в Сирии, что вызывает опасения по поводу возможных ракетных атак по территории Израиля. Вчера израильский спецназ проник на иранский объект в Сирии, изъял оттуда оборудование, разрушил объект и скрылся с места нападения. Об этом сообщает греческий источник, чьи работы часто цитируют западные и арабские СМИ. По сведениям источника, операция началась с воздушного удара по дорогам, служащим подъездными путями к военному объекту, а также по штабу сирийской армии и пунктам охраны объекта. Затем израильские военные вертолеты доставили израильский спецназ. В ходе операции, продолжавшейся около часа, израильские командос проникли на военный объект Ксир, изъял с него технику и документы, а затем разрушил это место и скрылся. С воздуха наших солдат прикрывали истребители Израиля. Как предполагают источники на объекте производились беспилотники и баллистические ракеты для Хизбаллы. Израильская сторона, как обычно, не комментирует эти сообщения. Официальная иранская и сирийская пресса тоже молчат. Пророссийские телеграм-каналы обвинили Армению в поставках оружия Украине. Эти обвинения возникли на фоне усиливающегося напряжения между Россией и Арменией. Однако официальных доказательств, подтверждающих эти заявления представлено не было. Правительство Армении отвергло такие обвинения, заявив, что оно придерживается политики нейтралитета в украинском конфликте. Тем не менее, эти сообщения вызвали резонанс и могут негативно повлиять на отношения между Ереваном и Москвой. Британское правительство официально разрешило Украине применять ракеты дальнего действия Storm Shadow для ударов по российским объектам. Это решение вызвало резкую критику со стороны России, которая считает это эскалацией конфликта. В то же время Великобритания подчеркивает, что поставки оружия направлены на поддержку обороны Украины от продолжающейся агрессии. Латвийское правительство рассматривает возможность запрета на требования знания русского языка при приеме на работу. Этот шаг направлен на укрепление национальной идентичности и поддержку латышского языка как государственного. Противники инициативы считают, что это нарушает права русскоязычных жителей страны, однако власти настаивают, что мера необходима для интеграции общества. Израильское правительство отозвало аккредитацию у журналистов телеканала Эль Джезира, лишив их статуса официальных представителей СМИ. Это решение объясняется обвинениями в предвзятости и освещении событий в регионе с нарушением журналистских стандартов. Представители Эль Джезира выразили протест против такого решения, назвав его ударом по свободе прессы. Израильские силы безопасности с начала 2024 года задержали около 20 тысяч палестинских нелегалов, находившихся на территории страны. Эти меры направлены на борьбу с незаконной миграцией, что стало одной из ключевых задач правительства. Власти планируют продолжать жесткую политику по отношению к нелегалам, чтобы укрепить безопасность страны. Фонд борьбы с коррупцией обвинил бизнесмена Леонида Невзлина в организации нападений на двух активистов, поддерживающих Алексея Навального. Невзлин отвергает эти обвинения, называя их провокацией со стороны российских властей. 81-летний немецкий миллиардер заключил брак с 26-летней россиянкой. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара утверждает, что их союз основан на взаимной любви и доверии. Этот брак вызвал большой интерес в СМИ и общественном мнении, став предметом обсуждения как в Германии, так и в России. Экипаж американского судна спас собаку, которая плавала в открытом океане на расстоянии нескольких километров от берега. Животное по всей видимости случайно оказалось в воде и не могло вернуться самостоятельно. Спасательная операция вызвала широкий резонанс и восторженные отклики в социальных сетях. Смотрите и слушайте новости на канале ИТОН ТВ. Это лучший канал новостей и аналитики для зрителей, которые умеют и любят думать. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.